Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Мы продолжаем серию бесед «Христианское искусство в музеях Москвы». Сегодня мы снова побываем в Государственном историческом музее и посмотрим то, что не успели в прошлый раз. Наш гость – главный научный сотрудник музея, доктор филологических наук Елена Ехименко. Но сначала посмотрим сюжет. Исторический музей, включая основную экспозицию и запасники, хранит более 5 миллионов экспонатов. Для того, чтобы посмотреть их все, уделяя на каждой по одной минуте, понадобилось бы 9,5 лет без перерывов на сон и еду. Музей создавался выдающимися историками и археологами своего времени, строился и украшался лучшими архитекторами и художниками. И порой оставался единственным хранителем исчезнувшего времени. Так выглядит Великий Новгород сегодня. Почти таким же он был и до 1941 года, когда его оккупировали и почти полностью разрушили фашисты. Советское командование запретило тогда обстреливать древние памятники в самом городе. По храмам же, оказавшимся на линии обороны, прямой наводкой била немецкая артиллерия. Вместе с другими была разрушена и церковь XII века Спаса на Нередице. Ее уникальные фрески погибли, сохранившись лишь в прекрасных копиях в историческом музее. А по этим копиям в начале прошлого века удалось восстановить утраченные детали резьбы Дмитриевского собора, построенного во Владимире в 1197 году. Образцы христианского искусства занимают одно из центральных мест музейной коллекции и являют собой объективное отражение истории развития нашей страны – от язычества к крещению Руси и дальше через века. Резной иконостас XIV века. Распятие почти стерто от молитвенных прикосновений многих поколений русских людей. Кусочек пола из Смоленской церкви Иоанна Богослова. Век XV. Сокровища книжные, уникальные древние евангелия, жития святых, образцы лицевого шитья – этим пеленам, воздухам и брусам по 500-600 лет. Трепетность и тщательность собирателей музейной коллекции, наверное, можно соотнести с той любовью, которую вкладывали в создание этих произведений наши предки. Здравствуйте, Елена Михайловна. – Добрый день. – Огромное, наверное, собрание церковного искусства или церковных предметов находится в запасниках музея. И как-то хотелось бы узнать что-то о них тоже. Есть ли среди них какие-то особенные экспонаты? – Ну, знаете, все-таки я вот не соглашусь так с употреблением слова «запасники». Это не «запасники». Это фондовые отделы, это хранение этих предметов. Не то, что они вот просто лежат как бы никому не нужны. – Да, такое впечатление, скажем, у меня, у дилетанта, что это как какой-то там складик, куда просто что-то не нужно, где что-то такое не очень важное хранится. Это не так ведь? – Нет, конечно, не так. Это тоже важные вещи. Во-первых, они постоянно востребованы на выставках. И требуется работа, конечно, по изучению этих предметов, чтобы отобрать для выставочного ряда как раз то, что наиболее полно отражает какие-то задумки авторов. – С другой стороны, с этими памятниками работают ученые, работают люди, которым, я не знаю, для съемки исторических фильмов тоже. То есть эти памятники, они тоже живут своей жизнью, и экспозиция обновляется. У нас даже сейчас такой проект есть, живая экспозиция. То есть на определенный ограниченный период что-то такое исключительное выставляется. – Наверное, в период, когда церкви закрывались, когда монастыри закрывались, храмы разрушались, какие-то церковные предметы и иконы в том числе тоже попали в экспозицию или в хранилище исторического музея. – Тут тоже хотелось бы разделить, что церковные предметы, все-таки они не все попадали из церковных источников в музей. Уже в конце XIX века в частных собраниях известнейших коллекционеров были церковные предметы. Эти предметы продавались на торгу, и многие вещи в инвентарной книге записано, что они куплены на торгу. А те предметы, которые после революции поступили из церкви, они тоже, конечно, имеют место. – Коллекцию музея его создатели и хранители начали собирать задолго до его официального открытия в 1883 году и продолжали в течение последующих полутора веков. В одном из залов – древние иконы, и среди них – Богоматерь на престоле с предстоящим Сергием Радонежским. – Эта икона происходит из Стефано-Махнического монастыря, но в музей она попала из Александровой Слободы, куда после революции свозились из окрестных монастырей и церквей иконы. При Иване Грозном Александрова Слобода была центром опричнины, при царе Алексея Михайловича – женским монастырем. В 1689 году здесь скрывался Петр I от своей сестры царевны Софьи. После революции Александрова Слобода стала музеем. – С самого начала было понятно для специалистов, которые участвовали в описании памятников в закрывающихся храмах, потому что это очень древняя икона. К нам она попала в 1941 году. Икона прослеживается по документам с 20-х годов XVII века. И вот здесь возникает много-много вопросов. А что было с этой иконой до того? Это же явный памятник не XVII века. Когда она была написана? Для какого храма она была написана? Она была реставрирована уже здесь в музее. И при реставрации было снято несколько слоев записей. Но когда произошло раскрытие, то выяснилось, что сохранность все-таки достаточно плохая. Некоторые специалисты предполагают, что это может быть уже конец XV века. Но если мы посмотрим слупы, то мы увидим совершенно потрясающую красоту живопись, которая сохранилась только фрагментами. Она есть на деснице Богоматери, она на пальчиках правой руки Спасителя. Это живопись, которая настолько насыщена цветом и светом, что, как мне кажется, разговор о позднем XV веке просто невозможен. Очень необычное пространственное решение, необычно пропорциональное соотношение. И вот такая пространственность, такое понимание объема, который мы видим на этой иконе, оно свойственно, конечно, достаточно раннему XV веку. То есть это время самого Сергия Радонежского? Специалисты высказали разные предположения. Одно из них – то, что икона могла из Троицкого монастыря, где она находилась над гробницей преподобного Сергия, быть передана в определенный момент в Стефано-Махрический монастырь. Настоятель Стефано-Махрического монастыря был другом и собеседником преподобного Сергия. Стефан Махрический поддержал Сергия Радонежского, когда из-за нестроений с братьей ему пришлось покинуть Троицкую обитель. Но вскоре преподобный Сергий вернулся в родной монастырь и прожил там до конца своих дней. Есть и другие варианты предположений. Дело в том, что при реставрации Троицкого собора были обнаружены фрагменты росписи над гробницей преподобного. В этих росписях было изображение Богоматери на престоле. И, может быть, вот эта икона является списком с того изображения. По благословению Стефана Махрического преподобный Сергий отправился на реку Киржач, где основал первую из множества построенных им и его учениками обителей. Вот недавно мы праздновали преподобного Сергия Радонежского 700-летия, и выставки были в музеях. Казалось бы, о преподобном Сергии так много всего известно. А вот были ли какие-то открытия как раз в связи с этими выставками? В составе собрания в охраме в наш музей поступил устав церковный конца XV века. Ну и как бы вот эта рукопись, она была описана в XIX веке. Это печатное описание есть этому собранию. И как бы она как-то нас никуда не привлекалась. А когда стали готовиться к этой выставке, посвященной преподобному Сергию, то хотелось показать памятники, связанные с Тройцей Сергиевым монастырем, со временем преподобного Сергия, с его учениками. И этот устав привлек внимание. И более подробное его изучение показало, что он был написан в Тройце Сергиевом монастыре. И он принадлежал игумену монастыря Александру. Значит, был написан в 1493-1494 годах. А еще там есть запись о вкладе напомин души родителей этого игумена Александра в Корнилево-Комельский монастырь. Но интересна та дата вклада. Это 1534 год при жизни самого Корнилево-Комельского. Мы знаем, что он был составителем третьего монастырского устава в Русской Церкви. То есть этот устав совершенно не случайно оказался там. И действительно, вот эта рукопись просто уникальна оказывается. И что вот может в этом памятнике человека привлечь? А вот вы сейчас поезжайте, посмотрите под город Грязовец, в каком состоянии вот эта обитель преподобного Корнилево-Комельского. Ведь это же просто руины. А там такая замечательная одностопная палата 16 века. И мне кажется, вот как бы этот памятник, он рукописно вобрал в себя вот всю эту память. И о преподобном. Такую ниточку провел до нас. И о его обители, уж я не говорю, конечно, про преподобного Сергия Лавру. И действительно, вот в нем сходится очень многое. Ну, история церкви на Руси, она абсолютно связана с историей российского государства. Конечно, да. Царисы были, конечно, и хранителями православия, и хранителями церкви. Вот история царства, история церкви. Как-то вот они разделены между собой? Или это все-таки одна и та же история в экспозиции? Знаете, у нас, конечно, единый такой экспозиционный идет ряд. И мне кажется, что это как раз очень важно показать, что церковная история, она является частью общегражданской такой истории в какие-то периоды очень влиятельные, формирующие какие-то идеи и дальнейшее развитие. И как бы здесь памятники церковного искусства, они несут двойную нагрузку все-таки экспонаты, как свидетели истории, мемориальные предметы, как памятники искусства тоже. В этом зале господство золота. Уникальные художественные произведения, созданные кузнецами, оружейниками, ювелирами. Христианское искусство здесь не главное. Но есть среди этих роскошных предметов и такие, которые из области светской вдруг неожиданно переходили в церковную. У нас есть солонки императора Александра I. Они оказались украшенными крестами и превратились в ладоницы. А вот с этой замечательной вещью изначально светского характера, украшением челмы, турецкой челмы, но какого-то очень высокого сановника, это может быть действительно сам султан, а может быть какой-то визель, приближенный к султану, с украшением этой челмы тоже произошла интересная история. Челма была украшена, как правило, перьями цапли. Но перья и цапли должны были на что-то крепиться. Вот они крепились этими роскошными заполнами, этими роскошными украшениями. Вы посмотрите, какие здесь изумруды, какие изумруды огромные, какие рубины великолепные, как это все подобрано. Вообще сочетание ярко-красного и ярко-зеленого – это характерное сочетание для турецкого искусства второй половины XVII века. И открою секрет, этот вот огромный изумруд, он плоский. Это его не видно, что он плоский. Но если его приподнять, он образует некую крышку. А вот что в этой емкости было, которую крышка изумруд закрывает, мы не знаем. Может предположить, конечно, при богатом воображении, там мог быть яд, которым часто пользовались при турецком дворе. Каким она образом попала в казну государственную, мы не знаем. Ее привезли, купили, или она попала, мы даже не знаем, или она попала к нам в качестве, возможно, каких-то трофеев. Это украшение Челмы получило удивительное дополнение в виде двуглавого орла и короны. Вот эта вот корона с этими двуглавыми орлами, она была прикреплена с другой стороны. По ногею эту царевна Софья, старшая сестра соправителей Петра и Ивана, подарила архиепископу Вашскому и Холмогорскому Афанасию. Он родился в 1641 году. В 25 лет принял монашество. В 42 возглавил Холмогорскую кафедру. Участвовал в погребении царя Феодора Алексеевича и венчании на царство его братьев, 16-летнего Ивана и 10-летнего Петра I. Регеншей при них стала их 25-летняя сестра Софья. Владыка Афанасий пробыл на Холмогорской кафедре 20 лет, строил храмы и отстаивал чистоту православной веры, создавал серьезные богословские труды и обличал раскольников. Петр трижды приезжал к нему, ища совета в делах государственных. Архиепископ Афанасий скончался в 1702 году и был погребен в построенном им кафедральном преображенском соборе в Холмогорах. Царевна Софья, подарившая ему панагию, переделанную из украшения турецкой челмы, пережила его на два года. Она умерла в Новодевичьем монастыре, куда заточил ее Петр за организацию кровавых стрелецких бунтов. Там ее и похоронили. Скажите, пожалуйста, а как менялось со временем само христианское искусство на Руси? Конечно, оно претерпевало те изменения, которые вообще претерпевало вся наша жизнь. Это видно по экспозиции, вот те изменения. Да, и у нас представлены памятники раннего киевского периода, к периоду Московского царства, у него централизованного государства времени Ивана Грозного эти тоже памятники все представлены. Замечательные шедевры, которые были сделаны в мастерских оружейной палаты, тоже они не могут не поразить зрителя. Иконопись синодального периода, старобряческое искусство тоже представлены. И даже такой самый последний эпохи модерна. Тоже мы можем увидеть эти памятники, они собраны в 35-м зале. И здесь есть замечательный оклад Евангелия, сделанный мастером Козьмой Ивановичем Коновым, таким просто знаменем того периода. Это вещи церковные по эскизам Сергея Ивановича Вашкова. Собственно, ведь это тоже был прорыв в церковном искусстве. И он составил программу нового церковного искусства в том плане, которая предусматривала возрождение старых основ, но в современной форме. И он своим творчеством, к сожалению, очень недолгим, ставил перед собой задачу создать идеальные образы, где содержание соответствовало бы форме. А вот крупные исторические события в истории церкви как-то отражены в экспозиции? Конечно, да. Скажем, церковный раскол. Да, церковный раскол представлен в одном зале, не очень, конечно, большом, может быть, несоответствующем тому месту, которое это церковное событие имело в нашей истории. Но там представлена парсуна патриарха Никона, такая тавтяная, интересный памятник художественный. С своего времени, конца XVII века, представлена уникальная икона, протопол по вакууму, единственная вообще в музейных собраниях и в церковных, по-моему, тоже. Автографы, протопол по вакууму. Елена Михайловна, вот исторический музей, что это значит? Это вот такой наглядный учебник по истории, где вот так хронологически, вот страница за страницей, из зал в зал переходя. Вот человек приходит, и вот ему показано, вот здесь было то-то, а здесь было то-то. А вот и экспонаты как иллюстрации, которые подтверждают некий исторический ход. Пришел человек в музей, ну как учебник прочитал. Учебник ведь вещь-то скучная. Вообще-то история и исторический музей, и учебник по истории, и вообще интерес к истории. Вот это как вот в музее может раскрыться? Исторический музей все-таки такой очень сложный организм. С одной стороны, у него, конечно, есть такая просветительская цель, которая реализуется в экспозиции, может, в ней немного есть и такого школьного, но это полезное дело, потому что за страницами учебников ребенок должен представлять что-то такое зримое, какие-то объекты. Но исторический музей он для детей? Нет, для взрослых тоже, конечно. Это та основа историческая, на которую можно накладывать уже какие-то специальные выставочные проекты, чтобы тоже люди представляли не выхваченные какие-то бессистемные факты, а все-таки складывалась какая-то такая линия река времен, как говорится. И в этом плане основатели нашего музея, конечно, это было такое особое какое-то творчество, надо было выбрать эту линию музейную, что это должно быть. И совершенно замечательно Иван Егорович Забелин, известный историк, один из отцов-основателей нашего музея, я в своих дневниках в 1883 году после открытия экспозиции очень хорошо записал. Я позволю себе просто прочитать эту цитату, чтобы это было понятно. Исторический музей не есть музей редкостей, невиданных вещей. Он есть собрание памятников, то есть разных вещей, систематически вводящих зрителя в бытовой порядок миновавшей жизни. Почему для него дороги не редкости, а всякие рядовые предметы быта, лишь бы они пополняли общий круг бытовых нужд и потребностей. И вот как раз стремление воссоздать вот этот культурный контекст, эту линию истории, оно и есть особое лицо нашего музея. Ты кто таков? Меньшиков Александр Данилович. А это не тот ли самый, что вовшиво в ряду пирогами с зайчатями торговал? Тот самый. Так начинал свою головокружительную карьеру светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. Ближайший сподвижник и любимец Петра Первого он получил от императора, а потом и от его жены Екатерины Первой множество чинов и званий. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, президент военной коллегии, герцог Ижорский и, наконец, генералиссимус. Но как это испокон веков бывает в истории, вскоре после смерти своего покровителя был низложен, лишен всех наград и званий. На картине Сурикова «Меньшиков в Березове» опальный князь изображен в сибирской ссылке рядом с двумя дочерьми и младшим сыном. Старший сын Петр Александрович умер в 1712 году трех лет от труда. Дочь Марии Александровна умерла в Березове в декабре 1729 года, совсем немного пережив своего отца. Дочь Александра Александровна, выданной императрице Анной Иоанновной за генерала Густава Берона, скончалась при роду в 1736 году. И только Александр Александрович Меньшиков, последний сын рода, был продолжателем рода. На картине Сурикова в красном углу изображены иконы. Одна из них хранится в историческом музее. Икона Богоматери Знамения с приписными святыми великомучениками Георгий и Иаковом Перским, преподобными Ануфрием и Макарием Египетскими, является точной копией древней иконы Богоматери Знамения, явившей чудо избавления Новгорода от вражеской осады в 1170 году. Иконографический извод образа сложился к середине XI века в искусстве византийской столицы. Дополнительные изображения на полях, почитаемые по всей Руси чудотворного образа, появились позже, в XVI-XVII веке. Икона в драгоценном убранстве датируется первой четвертью XVIII века. Но настоящая история памятника раскрывается в надписи, которая расположена в серебряной дровнице на окладе иконы. Надпись следующего содержания. «Сей образ при кончине своей, его светлость, князь Александр Данилович Менчиков, благословил сына своего, Александра Александровича Менчикова, в лето от Рождества Христова 1729-й, ноября в 10-й день». Через два дня светлейший князь умер. С тех пор икона хранила своего потомков и передавалась из поколения в поколение. И поступила в исторический музей в 1947 году. А как вам кажется, Елена Михайловна, вот этот интерес к истории, как к неразрывной нити, как действительно к реке, в которой ты сам находишься, вот он сохранился сегодня у нас? Или это как-то действительно не каждого касается? Знаете, мне кажется, что всё-таки сохранился. Это видно по посетителям нашего музея. Всё-таки это постоянный такой поток, и даже увеличивающийся поток. Это посетители выставок. Это, конечно, от человека требует большего труда, чем созерцание живописных полотен и анализ своих эстетических ощущений. Тут действительно надо как-то внутренне потрудиться, чтобы всё понять и пользу для себя извлечь. Но мне кажется, что и жизнь человека состоит в труде, тем более таком приятном. Спасибо вам огромное, Елена Михайловна, за то, что вы нашли время и пришли к нам на такую важную содержательную беседу. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Мы с вами увидимся через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok